1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Больше 30 лет назад человечество узнало об этом недуге. И с тех пор он унес жизни 35 миллионов людей и продолжает прогрессировать. Лекарства по-прежнему не найдено, но современные методы лечения могут существенно замедлить развитие заболевания. О том, как не попасть в ловушку и что делать, если ВИЧ вошел в вашу жизнь, узнаем у главного врача Республиканского центра по борьбе со СПИДом Алексея Щербакова. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о статистике в России и в Чувашии на сегодняшний день. Статистика в мире и России не очень утешительна. Хотя надо отметить, что заболеваемость уже идет к стабилизации. В Российской Федерации у нас отмечается рост заболеваемости. Он ежегодно составлял где-то 10%. Но в настоящий момент, к настоящему моменту, отмечается снижение роста заболеваемости в Российской Федерации. И вместе с тем, ВИЧ-инфекция в России уже заболела более миллиона человек. И, естественно, этот процесс продолжается. За 9 месяцев заболело около 75 тысяч россиян. В Чувашской Республике ситуация по ВИЧ-инфекции благодаря проводимым мероприятиям складывается лучше, чем в Российской Федерации. Например, заболеваемость у нас в 3-4 раза, чем в России. И пораженность, пораженность это количество живых людей, проживающих на нашей территории, в 4,3 раза ниже, чем в Российской Федерации. И вместе с тем, в Чувашской Республике на настоящий момент проживает уже 1750 ВИЧ-инфицированных человек. Как считаете, почему эта инфекция все-таки продолжает развиваться, а не стоит на месте или, наоборот, на оболь не идет? Тут очень много факторов. Один из основных – это биологический фактор развития ВИЧ-инфекции. Поскольку, если бы это заболевание проявило себя сразу, мы бы, видимо, давно с ним покончили. Но, к сожалению, у ВИЧ-инфекции очень длительный, скрытый период. Он бывает до 10-12 лет. И только после этого начинаются появляться первые признаки ВИЧ-инфекции. Ну, к тому же, на это влияют такие факторы, как употребление наркотических средств, беспорядочные половые связи, ну, и асоциальное поведение ряда наших граждан. Как часто в Вашем центре люди слышат о положительном результате? И как Вы с ними работаете дальше? Ну, если раньше в нашем центре о положительном результате слышали не так часто, скажем, то сейчас у нас в течение месяца регистрируется 10-15, в некоторых месяцах, до 20 случаев новых случаев ВИЧ-инфекции. Естественно, когда человек слышит о таком результате, это для человека стресс. Это, естественно, на любом заболевании, когда человек слышит, это неприятно. Для этого проводится, перед тем, как сдать анализ на ВИЧ, до тестового консультирования. То есть, человека уже готовят после получения анализа, проводится после тестового консультирования. У нас есть психолог, который также работает с данными товарищами. И, как правило, есть такое понятие принятия диагноза. У нас все пациенты в течение недели, кто месяц, принимают свой диагноз и продолжают дальше обращаться и лечиться. Каким образом проходит лечение? Какая тенденция развития заболевания или, наоборот, его приостановление? Ну, самое главное – выявить заболевание на ранних статях. И когда мы выявляем данные заболевания, то уже проводится динамическое наблюдение за ВИЧ-инфицированными пациентами. Если количество CD4-клеток довольно высокое, и пациент себя чувствует нормально, антиретровирусная терапия не назначается. Если мы замечаем ухудшение состояния, то тут же назначается антиретровирусная терапия. Это употребление лекарственных средств в виде таблеток, которые пациенты пьют регулярно, один раз в день, некоторые два, и даже раньше было три раза в день. И вот самое главное – это антиретровирусная терапия. Она не дает прогрессировать заболеванию, а в большинстве случаев даже нормализирует количество иммунных клеток CD4. И человек начинает, естественно, нормальную, полноценную жизнь вести, и качество жизни пациента сохраняется. Все-таки лучшее оружие против болезни – это его профилактика. Какие профилактические меры может человек сам сделать для себя? Ну, профилактика – это самое лучшее, как говорится. Ведь вирус ПИД, он не летает ни по воздуху, ни через рукопожатие, ни через бытовые поцелуи, он не передается. Поэтому для того, чтобы заразиться ВИЧ-инфекцией, человек должен соблюдать самые простые правила. Их несложно соблюдать. Это прежде всего здоровый образ жизни и ответственность за свое здоровье поведение. Никаких наркотиков, даже мысли о употреблении наркотиков быть не должно. Ну, естественно, тут необходим такой, значит, серьезный аспект, как верность своему половому партнеру. А я бы сказал, даже духовное богатство людей, без которого мы никуда не уйдем. А вот если все-таки человек уже заболел, но он об этом не знает, ведь вирус иммунодефицита человека может годами находиться в организме. Вот может быть все-таки есть какие-то симптомы, или человек просто должен обследоваться как можно чаще? Вот понимаете, вся сложность, проблема в том, что вирус иммунодефицита человека может не проявить себя, допустим, 5 лет, может не проявить даже 10 лет. Но в ряде случаев есть первичная стадия ВИЧ-инфекции, на которой отмечается гриппоподобный, ангиноподобный синдром. Это что будет? Это значит повышение температуры, которая, допустим, не сбивается обычным лечением, да? Ну, ангины, что-то подобное, увеличение лимфоузлов, сыпь, гербетическая инфекция может присоединиться, пневмонии могут присоединиться. Но, как правило, за подозрность ВИЧ-инфекции на ранней стадии очень сложно. То есть, человек живет 5-10 лет, а потом уже присоединяются более серьезные, вторичные парагонистические инфекции. И поэтому самое главное, что сейчас и проводится у нас в России, это обследование на ВИЧ-инфекцию. И каждый человек, который серьезно относится к своему здоровью, должен хоть раз в год обследоваться на ВИЧ-инфекцию лабораторно. То есть, сдать скрининговое обследование. К тому же могу сказать, что вот проводилась неделя обследования на ВИЧ-инфекцию. Меня очень порадовало, что, значит, обследовалось большое количество людей, всего по нашей республике 5 тысяч человек. Вы или мы четверых. Это тоже радует, что это не очень много. К тому же мы вот выходили в машиностроительную технику, где провели обследование. Обследовали 200 человек. Не выявили ни одного. То есть, это радует, что наша молодежь, в общем-то, живет здоровым образом жизни. Хорошая новость вот такая есть, то, что в 2017 году базовый набор лекарств против ВИЧ-инфекции будет производиться в России. Вот, как это изменит ситуацию в данном случае? Ну, чтобы лечить ВИЧ-инфекцию, нужны лекарственные препараты. Лекарственные препараты, раньше большинство из них мы закупали, ну, не мы, имеется в виду Российская Федерация, за рубежом. В настоящий момент у нас уже есть 8 лекарственных препаратов для базовой терапии. Сейчас, как сказал министр здравоохранения России, их к 2017 году будет 10. То есть, всю базовую начальную терапию, которую поддерживающую, скажем, да, мы уже можем проводить за собственные финансовые деньги Российской Федерации. Это говорит о том, что, естественно, цены на лекарственные препараты будут гораздо ниже. Ну, и, естественно, количество пациентов, которые мы можем лечить, количество пациентов возрастет. Ну, и, с другой стороны, действительно, и контроль за лекарственными препаратами, и снабжение этими лекарственными препаратами, все это должно, естественно, улучшиться. Хотя, хочу сказать, что по нашей Чувашской республике мы очень хорошо обеспечены лекарственными препаратами в этом году. И на следующий год мы вот защитили заявку, и мы будем обеспечены ничуть не хуже. А на Ваш взгляд, вот придумают ли когда-то лекарства от ВИЧ-инфекции, от СПИДа, и сможет ли человечество вовсе избавиться от этого недуга? Ну, на мой взгляд, не то, что придумают. На мой взгляд, что данные лекарства или вакцина, тоже не исключаю все-таки этого, появятся обязательно. И пациентам, которые у нас есть, и которые, значит, переживают, надо просто сейчас нормально лечиться и верить в то, что лекарства когда-нибудь найдут. Алексей Алексеевич, спасибо Вам большое за беседу. А я напоминаю, что у нас в гостях был главный врач Республиканского центра по борьбе со СПИДом Алексей Щербаков. А я с Вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова